Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты. Я Максим Кембель. Смотрите сейчас. Безопасность вашего ребенка. Госавтоинспекторы проверяют, правильно ли перевозить детей бобруйские водители. Уважаемые водители, будьте внимательны, предельно осторожны, прилижая к учреждениям, образованиям, детским садам, школам. Сколько привлечено к ответственности с начала года и почему с Купой всегда платят дважды. Добро пожаловать! В Бобруйске прошел выездной семинар для представителей туристической индустрии. Беларусь очень разная, наша родина большая. Чем город удивил гостей и какое блюдо готовили в синагоге. Проявили характер. Хоккеисты Бобруйска на выезде вырвали победу с 0-4. За сколько отыгрались и почему булиты – это всегда лотерея. А также белорусские аграрии, модернизация дорог и новые объекты. В Минске продолжается строительство станции третьей линии метрополитена. Какие у них названия и почему каждая будет особенной. Пассажир маленький, ответственность большая. В Бобруйске продолжается неделя детской безопасности. Название себя оправдывает. С началом учебного года выросла и статистика ДТП с участием несовершеннолетних. Не соблюдаются, казалось бы, элементарные правила. В наличии нет автокресел, бустеров, специальных подушек. Ольга Васенда отправилась в рейд с инспекторами ГАИ. Бобруйск, Октябрьская улица. Здесь дежурит наряд ГАИ. Инспекторы в деле, останавливают иномарку. Проверка начинается с водительского удостоверения. Все в порядке, но это касается только документов. В машине родственники и маленький сын. Последний пассажир без специального кресла – это нарушение. Но мужчина перед законом чист, поэтому на первый раз предупреждение. Плюс полезный сувенир – фликер. Сколько ребенку лет? Шесть. Второй? Четыре. Часто с детьми ездите? Нет, я только приехал из Европы. Автокресло – это безопасность вашего ребенка. Помните, при выборе аксессуара важны возраст, вес, рост. Это также относится к бустерам и специальным подушкам. Исключение – дети до 12 лет выше 150 сантиметров. Для такси действуют такие же правила. Как считается, правильно, что нужно все-таки безопасно в таком формате перевозить детей? Конечно, правильно, потому что сама бывает резко иногда приходится затормозить. И видно, что ребенок накладняется, то есть ремень, сидушка – это все его защищает. Перевожу в машине, у нас есть детское кресло, на заднем сидении пристегнуто всегда, это как обязательное правило. В машине предусмотрено кресло. Это же ребенок, он, во-первых, может в любой момент куда-то отвлечься, полезть, еще что-то, а так он зафиксирован, и ну уже надо, да. Надо, чтобы ребенок был в детском кресле. Обязательно ребенок, чтобы он был пристегнут, если маленький, должен быть в специальном кресле детском. Ну и все, главное следить за ним, чтобы он не баловался. А вы сами перевозите детей? Конечно, дочку-перевожинка, она всегда у меня пристегнута. Если вы не соблюдаете нормы, готовьтесь платить по счетам. За нарушение правил перевозки горе водителям грозит штраф до 116 рублей. Госавтоинспекция напоминает, уважаемые водители, будьте внимательны, предельно осторожны, подъезжая к учреждениям, образованиям, детским садам, школам, к местам возможного появления юных участников дорожного движения, так как это небезопасно для здоровья маленьких пешеходов, так как в силу своего возраста дети не всегда в полной мере могут осознавать последствия, которые они причиняют своим поведением. Только с начала года больше тысячи водителей были привлечены к административной ответственности за несублюдение правил перевозки маленьких пассажиров. К слову, сейчас в Бобруйске проходит неделя детской безопасности. Продлится она по 31 октября. Ольга Войсенда, Максим Галенко, Бобруйск, 360. Бобруйск гостеприимный. В городе на Березине прошел выездной семинар за главная тема – внутренний туризм. Среди приезжих – директора турфирм, экскурсоводы, гиды-переводчики, преподаватели дисциплин, представители СМИ. Променад по социалке, фотографии с Бобром, посещение синагоги, приготовление мацы. Получилась насыщенная и плодотворная программа. Мы выезжаем в регионы и освещаем те потенциальные туристические точки, туристические маршруты, которые нам в год развития внутреннего туризма в Республике Беларусь нужно презентовать, нужно показать и прорекламировать жителям Беларуси. Потому что иногда, например, жители Витебской области не знают, что есть в Брестской области. Потому что Беларусь, когда говорят, что она маленькая, это, конечно, не так. Беларусь очень разная, наша родина большая. Форум продлится два дня. В нем принимают участие 20 специалистов из разных регионов республики. В плане также посетить Кличев и Могилев. Минздрав Беларуси обновил статистику покоя 19. За минувшие сутки зафиксировано 1998 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились 592 224 человека. В санаториях Беларуси введены новые правила против распространения COVID-19. Изменения коснутся иностранных граждан. Теперь гости обязаны предоставить отрицательный результат ПЦР-исследования, выполненного не позднее трех суток до даты прибытия. Тест не требуется, если есть оригинал или копия документа о пройденном курсе вакцинации. Единственное условие – от момента завершения процедуры должно пройти не менее одного и не более 12 месяцев. Дело закрыто, уважаемые читатели, и качественное покрытие. Правительство знает, о кого взять деньги на реконструкцию дорог, где будет новый асфальт. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Следователи назвали причину крушения самолета Як-130 в Барановичах. Это отказ датчиков, вычислителей и приводов комплексной системы управления, а также стабилизатора воздушного судна. В уголовном деле поставлена точка. Допрошено более 100 человек. Изучена документация. Проанализированы переговоры летчиков и диспетчеров, а также видеозаписи. Предварительное расследование прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Объекты городской инфраструктуры, которые всегда ждут с особым энтузиазмом. В Минске продолжается строительство новых станций третьей линии метрополитена. Аэродромная, Немаршанский сад и Слудский гостиниц соединят южную часть мегаполиса с его центром. Проектируют и остановочные пункты в направлении севера города. Кстати, у каждого неповторимый стиль и дизайн, плюс свои технические ноу-хау. Правительство намерено привлечь внешние займы Евразийского банка развития и рядок китайских финансовых структур на реконструкцию дорог. Уже идут переговоры о привлечении средств, но о суммах пока говорить рано отмечает Минтранси. Ожидается, что финансирование пойдет на модернизацию трассы М3, которая связывает столицу с Витебском, а также Р-46 от Лепеля до Повоцка. Работы начнут в будущем году. Несколько участков планирую сдать и в нынешнем. Около 80 тысяч гектаров кукурузы осталось убрать в белорусском аграрии. Сельские хозяйства работают активно. Задача сделать все, чтобы уложиться в срок. Кроме того, нужно обработать угодья сахарной свеклой. До 10 ноября планируют завершить с этой культурой и организовать поставки на комбинаты. По словам специалистов, дел осталось немало, но предприятия постараются выполнить весь объем качественно и своевременно. Уважаемые читатели газеты «Бобруйское житё». Свежий номер всеми любимого издания сегодня вы не получили. Но не спешите расстраиваться. Уже завтра у вас будет возможность познакомиться с самыми горячими городскими новостями. Редакция приносит свои извинения. Причины невыхода произошли по независящим от неё причинам. Воля и труд – всё перетрут. Хоккейный клуб «Бобруйск» в матче против пинских ястребов сотворил настоящее чудо. После двух периодов «Бобры» горели со счётом 0-4. Перед последним казалось, что шансов на спасение нет. Но не тут-то было. «Бобруйчане» не просто за 7 минут сумели ликвидировать столь внушительное отставание, даже вырвать победу. В булитной перестрелке «Фортуна» была на стороне наших ребят. Итог 6-5 в пользу гостей. Сейчас в высшей лиге идёт тур под номером 3. Это уже не спаренные игры, а по одному матчу с соперником. Новый формат для второй подгруппы. Это всё и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»